всем привет меня зовут елена и вы на моем канале студия вкуса сегодня друзья мы с вами поговорим о моей сушилке очень много задавали вопросов по поводу того какая у меня сушилка ну и заодно расскажу почему запал выбор именно вот на эту модель итак друзья вот она моя сушилка мой дегидратор моя помощница я еще называю иногда свои дегидраторы мои пчелки потому что бывает трудиться не покладая рук день и ночь когда я решила что я хочу делать пастилу хочу сушить фруктовые дольки я конечно же начала искать какой дегидратор мне купить обсмотрела весь интернет но пришла к выводу что хочу именно вот такую модель easy 3000 у нее температурный режим от 30 до 70 градусов и выставлять через количество часов можно до 48 часов хотя это нам честно говоря не обязательно такое время нам понадобится столько мы хотим лярить какие-то ягоды такие например как лишний какие критерии для меня были важны при выборе дегидратора во первых я хотела чтобы мой дегидратор служил мне долго и исправно и вот по крайней мере до сих пор три года прошло меня этот дегидратор не подводит так как у меня была основная работа то мне было важно что я могу оставить сушилку заполненную включенную розетку и уйти на работу и она мне будет сушить и по приходу я могу просто это снять единственное тут конечно какое что могу сказать таким образом мы можем оставлять сушеные фрукты положили яблочки апельсинки долго сушатся фрукты нарезали заполнить дегидратор и можно уходить здесь можно не бояться что не дай бог пересушатся фруктовые дольки но вот с пастилой конечно вы ее оставить на долгое время не можете потому что желательно листы переставлять местами поддоны переставлять проверять готовность пастилы то есть я это обязательно делаю если даже у меня пастила уходит в ночь то я себе ставлю будильник я просыпаюсь я проверяю потому что сами наверное знаете что не дай бог пастилу пересушим но будет уже невкусная пастила поэтому друзья я имела возможность уходить на работу и оставлять свою сушилку работающей тем же друзья мне еще понравилась эта сушилка мне очень понравилось что дегидратор имеет круглые поддоны вот такие поддоны идут в комплектации идет пять поддонов пять поддонов ну вот и честно говоря я сейчас вам уже не могу сказать сколько идет в комплекте вот таких сеточек идут в комплекте вот такие пастилы вот честно говоря не помню да хотела посмотреть у меня упаковка осталась хотела посмотреть в упаковке но там не написано особенно у кого есть сады есть свой урожай 5 листов это мало поэтому я докупала я докупала до 10 поддонов то есть у меня такая конструкция еще пять и на это на это же количество я покупала листы и я покупала сетки большее количество поддонов на один дегидратор я не рассматриваю и не рассматривала почему потому что увеличивается время сушки чем больше поддонов тем дольше времени нам с вами нужно сушить и особенно это не очень хорошо для пастилы потому что все таки все равно пастилу мы ходим проверяем меняем поддоны местами поэтому большое количество неудобно где-то просушится пастила где-то не просушится но и большое время сушки у меня просто на первый новый год был очень большой заказ заказ был из москвы и мне нужно было для деток подарков сушить яблоки и груши слава богу не апельсины потому что апельсины очень долго сушатся и у меня дегидратор работал нон-стоп просто без остановки причем в то время мне пришлось купить второй дегидратор я просчитала за какой период я смогу сделать нужное количество упаковок яблок и груш я поняла что за это время я с одной сушилкой не справлюсь и вот тогда я приобрела второй дегидратор ну и как вы думаете каков был мой выбор я конечно же купила снова изитри я купила снова изитри потому что ну нравится мне это сушилка мне очень нравится что вот когда мы готовим пастилу да посмотрите вот можно в наборы складывать пастилу трубочками можно пастилу складывать красивыми рогаликами это очень красиво смотрится в наборах вот эти меня привлекла сушилка что мы можем сушить в дегидраторе друзья да все что угодно во первых мы можем из фруктов и ягод делать пастилу я вам показывала пастила может быть совершенно разных вкусов на основе яблочка или банана добавляете ягоды любые и у вас великолепный десерт пп десерт который можно просто всем детям можно шести месяцев такое блюдо но естественно не все вкусы а вот яблочки яблочные грушевые пастила у меня мои внуки очень любят и сушеные яблоки и груши вот поэтому можем сушить пастилу и хранить ее на зиму с удовольствием пожалуйста делайте можно сушить всевозможное количество различных фруктов и ягод вот я сейчас готовила для вас вот эту подборочку сушеных фруктов друзья ну запах я открываю банку вот у меня в таких банках я храню вот в таких банках здесь у меня клубничка я клубники в этом году не стала много делать потому что отдельными вкусами все-таки клубнику не покупают поэтому я делала клубнику для украшения она очень красиво в наборах смотрится поверх всех фруктов положить клубничку очень красивая аппетитный вкус и вот я когда выкладывал друзья но это что-то с чем-то невероятный аромат вот это вот клубника посмотрите ну вот я вам покажу поближе наверное вот поближе вам поставила камеру посмотрите какая тоненькая клубничка получается да и как красиво так она красиво будет смотреться в наборах невероятный аромат исходит от ананаса вот просто открываешь банку по всей комнате невероятный аромат сушить можно дымки сушить можно киви посмотрите какие красивые тоже если кто-то будет делать наборы пожалуйста положили в набор и вот такую красоту а вот единственный лайфхак не делайте много киви на будущее да потому что она со временем теряет цвет и вот из такой зеленой красиво она может превратиться просто в коричневый цвет что не очень красиво смотрится бананы вот как семечки щелкайте семечки только полезные конфетки вместо конфет берем и даем детям вот такие полезные фрукты друзья в дегидраторе мы сохраняем до 97 процентов всех витаминов от наших свежих фруктов поэтому я считаю что это идеальный перекус для вас для ваших детей идеальный подарок для тех кто кого вы любите и кому желаете здоровья что друзья мы с вами можем еще сушить в наших сушилках наших дегидраторах на что угодно вот мы с вами посмотрели пастилу различные фрукты вы можете лялить различные ягоды но естественно это будет уходить немножко больше времени но это того стоит что мы можем еще сушить друзья мы можем сушить грибы мы можем сушить зелень мы можем сушить овощи вот кстати про овощи хочу показать я сушу помидоры мне очень нравится хочется перекусить хочется что-то скушать съел несколько помидоринок я сушил я могу присолить немножко я посыпаю прованскими травами покажу это друзья неимоверно вкусно очень вкусно смотрите вот такие тоненькие красивые долечки получается из томатов поэтому друзья мы с вами можем сушить не только фрукты мы с вами можем сушить и овощи очень люблю помидоры и вам советую попробовать можно сушить кабачки друзья можно сушить и делать заготовки кто-то морозит овощи на зиму перец там морковь я не знаю что что там еще кабачки вот я тоже заготавливаю вот хотя говорят что кабачки вроде бы они потом такие немножко слизкие получается если их морозить в холодильнике я морожен потому что я же их потом врагу добавляю вот врагу нормально врагу очень вкусно так что друзья можете сушить любые овощи как для чего скажите вот для чего ну вот я вам сказала помидоры я просто так люблю хрукать вот обожаю вот это вот очень вкусно насчет кабачков не могу сказать что мне прям очень понравилось но можно себе такой перекус устроить то есть это на любителя я друзья сушу овощи я сушу капусту я сушу перец я сушу морковь я сушу чеснок я все это сушу сушу зелень что я там еще не называла я сушу лук я вот это все могу складывать отдельно в баночке вот это у меня уже такая смесь это еще с прошлого года у меня осталось вот поэтому я вот это все смешала я использую это в супы друзья капусту я сушу капусту и меня прямо получается борщ то есть вы сварили бульон и добавили сушеные овощи и капусту и свеклу и морковь и лук все что добавляете вы при варке борща да то и добавили это получается экономит ваше время особенно летом удобно вы едете на дачу до много работы в саду там или встречи с друзьями и раз на обед приготовили быстро то есть бульон сварили и туда добавили сушеные овощи и все у вас настоя они потом в воде они становятся как свежие и замечательно у вас уже готов суп я пользовалась таким набором борщевым очень удобно и суп получается прямо настоящий борщ что еще я готовлю себе приправу приправу я готовлю себе одну я ее называла универсальная приправа потому что одно время я ее продавала тоже своим покупателям вот здесь у меня что я сушу также помидор там томаты сушу сушу перцы сушу лук сушу зелень что я там еще сушу в общем какие овощи мне нравятся я все сушу и потом вот так вот измельчаю и тоже добавляю в любые блюда добавляю в первые блюда и вторые блюда мне очень нравится аромат сами знаете зимой не всегда зелень то сейчас у нас и зимой продается ну бывает раз под рукой и нету а надо и пожалуйста я в блюда свои положила аромат неимоверно и очень вкусно добавлять какую-то изюминку с чесночком там чесночок тоже у меня там есть все есть вот так что друзья сушить можно что угодно грибы пожалуйста сушите грибы потому что не у всех есть возможность например купить морозильную камеру да а в холодильнике в морозилке но нет столько места сколько вы хотели бы например заморозить до себе на зиму какие-то заготовки сделать так вот дегидратор нам с вами поможет заготовить на зиму любой продукт и этот продукт при соприкосновении с водой будет такой же свежий как и любой другой свежий продукт а вот поэтому сушите что вот еще я тебе тут даже шпаргалочку да чтобы ничего не забыть то есть про зелень про овощи вам сказала разелин вам сказала чеснок даже можете лука чеснок можете сушить грибы друзья вы можете делать мясные джерки куриные джерки это все дегидратор вам поможет это сделать вы можете делать колбаски мясные я говорю у меня слюнки текут хотя покушала так что вот друзья вы можете сушить любые травы любые травы собирать в саду листья смородины там я не знаю вишни и сушить эти листья для чая засушили какие-то ягодки засушили травы и и пожалуйста всю зиму пьете чай очень вкусный чай клубничку засушили клубнику и в любой чай добавляйте клубнику добавляйте неимоверно вкусный ананас который просто вот аромат ребята не передать также я вот дымку сушу говорила не знаю не показывала я сушу дымку но мы с вами по-моему сушили жилье да мы с вами сушили я сушу дымку сушу и вот такие сушеные дольки тоже получаются друзья я сушила арбуз раньше я сушила арбуз но я ушла от арбуза потому что я могу насушить немножко как бы в набор и положите по первости да очень труден арбуз сохранение его очень трудно хранить он потом слепается и такая каша образуется как плотно не отодрать друг к дружке кусочки поэтому я ушла от арбуза дымка вот пожалуйста смотрите вот она у меня вот я с баночки достала вот она у меня как бы все хорошо так друзья ну все то есть можете сушить все что угодно в этой сушилке и любой другой не только в этой любом другом дегидраторе новыми друзья пожалуйста в комментариях напишите что вы слушаете может быть я что-то упустила может быть я про что-то забыла может быть вы уже давно используете сушилку и знаете намного больше что же можно как как она может еще пригодиться нам с вами поэтому в комментариях пишите что вы любите сушить в дегидраторе помимо пастилы вот ну а сейчас друзья я хочу рассказать о минусах да мы с вами о плюсах поговорили чем хороша что вот можно рису столько высушить и можно оставить и можно дополнять листами друзья кстати еще один плюс дегидратор изидри вольтера очень похожа на изидри но вольтере не очень хорошие поддоны я уже об этом вам говорила что со временем поддоны от вольтеры они каким-то образом там не знаю скукоживают сюда как-то не сгибается выгибается и люди говорят что ну просто на выброс становится неудобными неудобно эти поддоны в использовании и потом у кого есть вольтера они могут приобрести поддоны от изидри потому что поддоны от изидри это чудо вот ничего с ними друзья ничего с ними не случается а вот поэтому вот не зря и вторую сушилку я купила точно такую же мне очень нравится но какие друзья минусы минусы же ведь тоже должны быть но не бывает же так все прям идеально да и хорошо и все гладко что мне не нравится мне не нравится то есть есть таймер пожалуйста выставляете температуру и выставляете время но здесь нет отключения то есть когда таймер закончил свою работу например 14 часов сушилка просушила эти 14 часов потом температура она выставляет 30 градусов как говорят что при 30 градусах уже вроде бы ничего не сушится и как бы дегидратор просто поддерживает температуру если вы не успели к этому времени подойти или вы забыли что с дегидратор нужно снять сушеную продукцию так вот здесь друзья не отключается она совсем она просто поддерживает вот этот режим 30 градусов но я бы не советовала забывать что вам надо снять пастилу вот пастила даже при этом при этом режиме 30 градусов поддерживающим режиме она вас может пересохнуть а не дай бог вы уже поставили много времени да ушли не проследили не поменяли местами ночью с пастилой надо быть аккуратными то есть если сушеные дольки сушеные фрукты друзья ну посушится они чуть побольше но будут ничего с ними не слои не загорят у вас не перегорят да вот а вот с пастилой нужно быть аккуратным и осторожным и не забывать и не уходить никуда поэтому когда я работала я пастилу не оставляла ни в коем случае без без присмотра скажем так только сушеные фрукты ну вот друзья пожалуй вот это вот единственный минус который не нравится мне в дегидраторе и зитре итак друзья сегодня я постаралась рассказать вам о преимуществах моего дегидратора дегидратора и зитре и также о его недостатке я вам рассказала что же можно сушить в дегидраторе кто еще раздумывает у меня много таких девчонок которые говорят вот вроде хочу вроде не хочу вроде вот хочется а не знаю поэтому друзья у кого есть огороды у кого есть сады у кого есть свои яблоки груши и овощи и овощи я не знаю ягоды покупайте и сушите вот вам альтернатива замороженным овощам еще раз повторюсь что 97 процентов сохраняется при бережной сушке да если вы сушите на низких температурах 45 но 50 градусов не выше если вы сушите выше да хотите увеличить время но не советую вот витаминки пропадут поэтому при бережной сушке практически все витамины у нас с вами сохраняются поэтому друзья сушите какую сушилку выберите вы это уже ваше будет решение потому что есть и другие дегидраторы которые достойные и имеет место быть я конечно не говорю о каких-то дешевых продуктах которые сейчас которых сейчас много в магазинах электроники есть две даже по-моему тысячи по четыре я не знаю я не буду вам советовать потому что многие из этих сушилок они только сушат многие имеют небольшой маленький объем в таких сушилках скорее всего вы не сможете готовить пастилу хотя я на просторах интернета видела как на поддоны выкладывают бумагу силиконизированную и уже на нее наливают пюре и таким образом готовят но это для себя друзья это вы можете так готовить для себя для своей семьи для своих детей даже конечно такой продукт не пойдет вот поэтому ну вот друзья я поделилась с вами своей радостью своими помощницами у меня их теперь две поэтому работаем вовсю я вот здесь докупала до 10 поддонов и на второй сушилке я докупила поддоны и листы и сетки то есть чтобы у меня был полный комплект если мне нужна занятость моих сушилок я могла укомплектовать их полностью не использовать там по несколько поддонов что еще я хочу я уже вам говорила что еще хочу вам сказать по поводу поддонов при использовании именно этого дегидратора не советует сушить ставить меньше пяти поддонов то есть если например захотели попробовать как же мне приготовить банановую пастилу например банановая пастила актуальна то девочки приготовили три пастилы три листа пустые два еще поставили на вот то чтобы ваша машинка работала хорошо чтобы ваш дегидратор служит долго все таки выполняем какие-то требования производителя поэтому 5 листов не меньше ну что мои хорошие надеюсь я ответила на ваши вопросы по поводу дегидратора по поводу что можно сушить почему именно этот дегидратор если у вас появились какие-то еще вопросы по поводу моего дегидратора или чего-либо еще пожалуйста пишите в комментариях свои вопросы пишите о себе не забывайте написать что же вы сушите сами дома в своих дегидраторах но и не забывайте подписываться кто еще не подписан на мой канал оставляйте свои реакции но мы увидимся с вами в следующих видео до новых встреч